Девушка с арбузом, я вам советую. Некоторые ваши знакомые могут проявлять такие черты характера. Стыдно, а вы не краснеете. Всем привет! Вы на канале Типа АТО. Меня зовут Дима. И вы очень давно просили, чтобы я посмотрел чела, который не знает личных границ. Вроде бы там целых три сезона, поэтому присаживайтесь поудобнее, видео будет долгим. Но перед началом, кто не подписан, подпишитесь обязательно. Забегайте в мой телеграм, я всегда там пишу новости. Когда следующая реакция, когда выйдет следующий летсплей. И погнали смотреть! Олежа Обухова. А, сейчас. Олежу Обухова будем сейчас смотреть. От души смеяться и немножечко обалдеть. Вы поняли? Ну я же там говорил, что надо какие-то стихотворения придумывать с именем Олежа Обухова. Ну надо же уже что-то делать. К банкомату вы крайне? Да, я. О, блин. Зачем так близко становиться? Вы же мне дышите прямо в затылок. Так я же вроде с утра зубы почистил. Смотрите. Здрасте. Здрасте. А чего вы именно ко мне сели? Пустой же автобус. Так я для компании просто. О, спасибо. О, это люди, это очень тяжелые люди. Мне кажется, вы встречали такого человека обязательно где-то. Не важно где. В больнице, в такси. Кучно будет ехать, хоть поговорим. А вы, кстати, до какой остановки едете? До конечной. И я до конечной. Как повезло. Олег, я прошу прощения. Ты что не заняты? Можно я за ваш сяду? Можно. Вы так этот ролл аппетитно кушаете, а он вкусный вообще? Дайте попробовать, пожалуйста. Я не удивлюсь, если он так скажет. Вкусный. А можете показать, что там внутри? Ну, чуть-чуть шире развернуть. А, ну ладно. Ой, как будто наплевал кто-то. Действительно, ничего смешного нет. Это даже грустно моментом, если тебе такой попадается. Ну, это же просто нервной системы не хватает на них. А можно я ваш соус картошечку макну? А то просто не пробовал такой. Ну, теперь можете забраться. Не, не надо, невкусный. Пожалуй, мне пора ехать. О, так вы на машине? А в какую сторону едете? Тебе домой, дружище. Ну, куда я еще могу ехать? Даже я сказал бы не так. Не вот такой полноценный образ, который прям во всем преуспел тебя достать. Но вот частично некоторые ваши знакомые могут проявлять такие черты характера. А ты на маршруточку на метро? Давай я с тобой. А ты едешь на район? Давай я с тобой. Ой, ты перекусить идешь? А можно я с тобой? Даже не можно. Пошли я с тобой. Так медленно эти кассиры работают. Скажите. Да. А вот вы 4 баунти берете. Это вы сами хотите съесть, да, 4 штуки? А чего вы спрашиваете? Не, я просто как бы по вам смотрю, что вам, наверное, вообще сладкое не стоит есть. Спасибо. А вот у вас на ленте качан капусты, фарш, сметана. Это, наверное, голубцы собрались сделать, да? Что так интересно? Не, ну не стоять же молча, как дикари какие-то. О, а вот это круассан вы с чем взяли? Да и пожалуйста. А свежий он? Можно потрогаю? Низер! Не, ну как бы мы еще не оплатили, ты в принципе ешь, но тогда сам плати. Ой, что-то выскочило из него. Здрасте. Здравствуйте. А вам на какой этаж? На восьмой, кнопка нажата. А вы местная или приезжая? Местная. А в какой квартире живете? А вам-то что? Нет, ну не будем же мы с соседями молча ездить в лифте. А вы не знаете, какая погода завтра будет? Не знаю. Не знаю. Часто на лифте ездите? Это вы крайне... Не, нормально, нормально, нормально. Это я просто беру паузу, себя немножко передохнуть. Доктору? Да, я. Я за вами буду. А у вас вообще какое заболевание? Не понял? Ну, в смысле, доктору, что с чем? Что у вас? Какая болячка? Как можно вообще такое спрашивать? Да я просто для поддержания разговора. Ну не сидит же в поликлинике молча. Как дикари какие-то. Все, правда, это одним тем же. Геморрой? Не, ну если бы геморрой, он бы так, походу, не сидел на стульчике. Скорее бы стоял в очереди, наверное. А кто это у вас там? Это ребенок. Ну, мальчик, девочка? Мальчик. А покажите. Ой, какая мордочка смешная. Взгляд такой нелепый. Хватит обсуждать моего ребенка. А можно на носик нажать? Да нельзя! Может, ты и памперс хочешь ему поменять? Знаете, мне кажется, что надевая шапочку цвета коровы или что это? Она, скорее всего, просто приносит неудачу. А вот кто бы там что ни говорил, а я осень люблю больше, чем лето. А вы? Мне это неинтересно. Не, ну вот осенью даже прям атмосфера какая-то другая, правда? Вы не поняли, я интроверт. Ну, я инженером работаю. Какие люди дикие пошли. Сдачу заберите. Так вы кладите. Это монеты, дайте руку. Что ты стоишь? Раздевайся. Это немножко отнести в тот пункт, знаете, когда вы встречаетесь с каким-то другом, и он такой липкой, какой-то своей рученчей, вот такой мокрый тебе так. Привет! И ты не знаешь, что это было. Это была вода, он руку помил, или это у него потные руки. Все, усаживайся. Первый раз у гинеколога, что ли? Батюшки родные, ты долго думала, чтоб в таком месте татуировку набить? Тебя ж замуж с ней никто не возьмет. Мать твоя знает, где ты себе наколку сделала? 94-й год рождения. Конечно, она еще не замужем. Кто тебя с этим замуж возьмет? И детей... Подожди, это врач такой, это гинеколог такой? Теперь у нас гинеколог не знает личных границ. Но в этой категории это просто лучшее. Самый сок возьмет все награды. Еще не рожала. А часики-то тикают. Я извиняюсь, я вот все смотрю на вас, все хочу спросить. Это вы сами додумались волосы в зеленый цвет покрасить? Это мое право. Да право-то есть. Просто зачем? Потому что мне так захотелось. А вот если бы моей дочке так захотелось бы, я бы ее уже, наверное, из дома выгнал бы. Ну так разбирайся со своей дочкой сам. Чего ты прицепился к обычному человеку? В данном случае я даже сочувствую. Твоей дочери. Или на лосы побрил. Нет, а вот все-таки хорошо вот так вот полежать, позагорать на солнышке, правда? Да, здорово. Я вам говорю, эта шапка, она проклята. Будете где-то идти на рынке. Ни в коем случае не покупайте такую. Здорово. А я вот смотрю, у вас на груди волос нет. Вот хотел спросить, это не растут просто или это вы бреете, а? Не растут. А, а я думал, что вы бреете. Так я хотел сказать, ну, не по-мужски как-то. Слышь, мужик, я вообще хотел, чтобы станок посоветовали. На вокзал едем? Да. Да, вот, 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 вот. Это вот самое то, что надо. Таксисты! Против них ничего не имею. Ребята хорошие, работают, честно зарабатывают свои деньги. Но тот случай, когда у них не затыкается рот, это настолько частая история, что ты иногда думаешь, да не вы беретесь за своими этими историями. Да у вас столько пассажиров передо мной, после меня. Че ж вы им не рассказали? Че мне надо все рассказать? Когда-то вез меня таксист через весь город, по всем пробкам проехались. Час двадцать, по-моему, он меня вез с работы. Я узнал все. Кто кому предал, кто кого сыновья забрал, не забрал, дочери, матери. Хотелось послать его к этой же матери. Но я доехал спокойно, мне сказал в конце, спасибо тебе, что ты меня дослушал. Я сказал, пожалуйста, пожалуйста, высади меня. Студентка, небось? Да. А я вот когда вашу сумку грузил, там расстегнуто было, я заметил, там белье торчало. Это вы домой по стирушке везете, да? Слушайте, давайте вот мы не будем белье обсуждать, ладно? Не, а в этом ничего такого нет. Я, допустим, когда студентом был, тоже маме белье привозил на стирку. Но трусы и носки я всегда сам стирал. В общаге, с мылом, в раковине всегда сам трусы стирал. Молодец. Как у вас с этим вопросом, а? Спрашивает у нее, а неловкость в этот момент чувствую я. И это не испанский стыд, это нечто другое. Это просто очень некомфортно. Я вас поздравляю. Спасибо, а с чем это? С тем, что вы скоро станете мамой. Я не беременна. А чего у вас живот такой? У меня такое телосложение. А, ну вас, наверное, часто поздравляют, да? Да впервые такое. А вы пробовали худеть? Какой забавный ребенок. А как тебя зовут? Держи, я тебе конфеткой угощу. Не стоит, не давайте. Не надо. Мама злая, а дядя хороший. Все равно конфетку даст. На. Ему нельзя, сладкая. Мама, я выпачкался. Ой, подожди, я салфетку достану. Не утруждайтесь. Не утруждайте, я сейчас саму беру. Блэ, блэ, просто блэ. Помогу. Вы себе тампоны берете? Боже мой. Вот вы мне объясните, я никогда не мог понять, почему кто-то покупает прокладки, а кто-то тампоны. В чем разница? Мамочки, пусть вам жена объясняет. Да от меня ушла жена. Так почему тампоны-то? Молодые люди с телефонами. А че ж вот вы сидите вдвоем, уткнулись в эти свои экраны, между собой не общаетесь? Ну потому что мы заняты другими делами у себя в телефоне. А вот а что вы будете делать, если вам интернет отключат, а? С тобой, мужик, будем разговаривать. Однозначно. Ну, для поддержания беседы. Не хочешь просто в маршрутке молча? Как дикари. Да что-нибудь придумаем, вам-то что? Ну вот вы гуглитесь, там лайки свои хайпуете. А в наше время такой дурости не было. Пожалуйста, на имя Игорь Анатольевич Сухозад. Что смешного? А вам эта фамилия по наследству досталась или сами придумали? Вы нормальный вот такой? А в школе была кличка или так и называли Сухозад? Над этим не смеются. Я представляю, к доске отправляется Сухозад. Это верх бестакности. Сухозад, иди вперед! Сухозад, иди назад! Ну это кошмар, реально. У меня был случай, когда я поступал, то был общий сбор всех абитуриентов. И зачитывали список фамилии всех, кто поступил и кто не поступил. Друзья, ну получилось так, что все-таки не смогли удержаться. Там такие сучные фамилии звучали. С моей тоже смеялись, все нормально. Ну и я смеялся с других, потому что это же невозможно. Ты еще, знаете, стараешься держаться и не засмеяться, а оно от этого еще хуже становится. Ну девушка, а зачем вы вставили себе кольцо в нос? Захотела и вставила. А что оно вам дает? Мне так захотелось. А вы считаете это красиво? Я сама разберусь, красиво или нет. А как вы будете высмаркиваться? И я извиняюсь, а вы почему левой рукой пишете? Потому что я левша. Ну так а почему вы левша? Ну потому что с детства так сложилось. Ну а чего вас родители не переучили? Да зачем переучивать? Левша и левша, правша и правша. Я хоть и правша, но считаю, что левши красавчики. Я знаю, но это же ненормально. Слушайте, давайте сменим тему. Ну давайте сменим. Что вы еще делаете левой рукой? Так, так, так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну это шапка, я вам говорю. Форма смешная. Да. Я думаю, что он сейчас скажет? Ну что он может сказать? Ну скажите. Забавно струи пускаете. Ну е-мое. Кто придумал эти писсуары? Это верх извращенства какое-то. Я сейчас не понял вообще. Ну у писсуара форма смешная, да? Необычная. А, ну спасибо. С облегчением вас. Я бы на вашем месте не писал бы девушке. Буду ждать встречи, готов на что угодно и так далее. Чу-о-о-о. Вот это в отдельной пердаке подгорает. Я вам передать не могу. Ну как бы нельзя заглядывать в чужие телефоны. Это заглядывать в чужую сумочку. Это то же самое, что заглядывать тебе в личный дневник. По поводу касаний в общественных транспортах, это отдельная тема. Кого хоть раз обходила какая-то бабка внутри автобуса. И вот так вот, знаете, вас брала за талию и так вот. Залайкайте этот видос. Мы вместе, братья. Его, а того, что она вам на голову сядет. Сто процентов даю. Вы что, мою переписку читаете? Ну да, я ж над вами стою. И вот у меня еще вопрос. Вот она у вас подписана, моя бомбочка. Это откуда происхождение слова? Это секс-бомбочка или она такая толстая у вас? Здравствуйте, коллега. А у вас тут клюет? Ну, по-разному. А я там сидел, у меня вообще не клевало. Ну, думаю, к вам подойду. Вы хоть скучать не будете. А мне не скучно. Ну, скужи! Это вам только кажется. А я смотрю, человек сидит, скучает. Думаю, вроде бы одним делом занимаемся. А как не родные все равно в разных местах? Девушка, вот я вроде бы должен о другом думать. Но я стою и думаю о ваших длинных ногтях. Вам понравились мои ногти? Нет. Нет. Я смотрю, не могу понять. Вы с такими... Зачем? Зачем, да? Ну, иногда и у меня такой вопрос, кстати, возникает. Ну, то есть, я не имею ничего против. Пожалуйста, делайте, если вам хочется. Ну, я всегда думаю, ну, это ж неудобно, наверное. Ну, столько всего надо делать. Какими ногтями, туалетной бумагой вообще как пользуетесь? Ну, покажите. А чего это мужик пошел работать кассиром в продуктовый? Нормальная работа. Нет. Мужику должно быть стыдно. Так, мужик, сейчас тебе будет стыдно. Кепку снял и пошел вон отсюда. Мне кажется, все зло сосредоточилось вот в этой кепочке, понимаете? А вы сидите и не краснеете. А давно у вас это родимое пятно? С рождения. И как? Что, как? Ну, не мешает? Долго думали, чтобы это сказать? Вообще не думали. А вы молодец. Да смысл. Я бы никогда не пошел по-большому в общественном туалете. Вот у меня, знаете, прям фобия какая-то. Ну, не могу я в торговом центре сходить по-большому. Не, ну, только если уже совсем прижмет. А вы молодец. Даже в какой-то степени вам завидую. Или вас тоже прижало. У вас как зовут-то хоть? Роман. А хотите совет дам? Нет. Вот вы покупаете грибы, хурму и кефир. Вы это только все вместе сразу не ешьте. А то что? А то обкакаться можно. Арман. А что-то у вас такой пакет. Арман. Совет дельный. Возьмем на вооружение. Спасибо. Но, пожалуйста, больше впредь без этих советов. Совет большой с мусором. Что? Ну, сколько вы его собирали? Боже, даже не знаю, что вам ответить. А я вот у вас в пакете, смотрю, аж 4 бутылки из-под вина торчит. Это у вас какой-то праздник был, да? Даже если праздник был, то что? Не, я просто догадался, такое вот лицо у вас с утра, помятое немножко. А как это девушку взяли консультантом в строительный гипермаркет? А что здесь не так? Ну, а что девушка может знать про строительный инструмент? Стыдно. А вы не красней. Что требуется, то я знаю. Ну, что вы знаете? У вас конкретный вопрос? Да. Чем лучше гвоздь забить? Дрелью или болгаркой? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. девушка может быть от вас так пахнет это где-то на уровне кто шептуна пустил в лифте вы не скажете а то я слышу запах как будто борщика кто-то кушал явно же не от меня а чего вы тогда покраснели после моих слов милочка а зачем вы так одели ребенка а что-то не так вот вроде сын у вас одели так ярко как попугая это мой сын я сама разберусь мальчик сними ты куртку эту разноцветную у тебя хоть папа есть он куда смотрел а как вам целый день в маске работает тяжело небось но да не то слово очень тяжело конечно так целый день а вы за зубами следите вдруг внезапно переросли в угрозы типа может так базарить будешь свои маски при чем тут зубы а при том что если изо рта воняет то тяжелее вдвойне праздник не поняла но вы с тортиком едете а ну на день рождения сына а сами испечь что уже не в состоянии зачем может я просто не хочу возиться мне проще купить тем более его не в первый раз покупаю вкусный и более что торты это не бешеные какие-то деньги хороший торт стоит не так дорого в действительности по моему лицу наверно видно что их люблю измельчали нынче бабы да большой капучино на имя андрей извиняюсь вы сказали вас зовут андрей ну да у нас в детстве шутка такая была андрей держи бодрей будет новая правда для него так что если у вас есть друг андрей то вы обязательно запишите а если меня смотрит андрей я вам не запит вы замужем извините я не знакомлюсь а зачем вы мне нужны нет не замужем нет это мне просто любопытно вам-то с виду лет уже очень много а вы не замужем вот что с вами не так это я просто не стремлюсь замуж а это не оправдание что не я вот не могу не спросить у вас как вообще мозгов хватило татуировку сделать на руке какое вам дело до моей татуировки ваша замуж никто не возьмет вы же как зечка вы свое мнение держите при себе а вот станете вы старенькой бабушкой знаете как вам стыдно будет с этой татуировкой а она не стирается ну вот что им подарить этим детям не подскажете вы узнаете к сожалению не помогу мне просто своих детей нет а почему смысле что за вопрос не ну вам же с виду лет под 40 кольцо на пальце есть а детей нет вот как это понимать это вообще-то некорректно спрашивать проблемы какие-то я извиняюсь но вот не могу не спросить это вы такой накачанный или просто жирный тебе за такие вопросы еще не прилетала не я на полном серьезе спрашиваю так на полном серьезе может и прилететь ну значит же но что был бы накаченный было бы не стыдно сказать l логика б беги это вы крайне к стоматологу да я типа с фенгалом сиди да а лежа опухов это вам не шуточки получил в прошлом ролике на сиди в следующем с фенгалом что зубы сгнили совсем да наверное чистить не любите да очистить то надо тишь тишь не бегаем это что все ваши дети ну да четыре штуки вот эти да вы не устраивает когда нет детей когда много детей у него явно есть своя золотая середина про детей но фенгал его ничего не научил короче как этот как конвейер да а что то у нас тут такая молодая девушка уборщицей работает но работу и что это работа для пенсионерок позорно как-то ты дебил а ты не вот вы даже оправдаться толком не смогли человека оскорбляете здравствуйте мне тут зуб погнули надо отрихтовать присаживайтесь а у вас на бейджике имя александра написано это ж мужское имя это и мужское и женское имя это родители вас так додумались назвать нет соседи но я просто спрашиваю вы уже так агрессивно как-то открывайте рот а в школе не дразнили вас не говорили например санек или шурик это я не обратил внимание что таксистом будет женщина знал бы так не поехал бы тут надо сразу пристегнуться педали хоть знаешь где какие находятся надо подсказывать ну что в аварии часто попадаешь не было ни одной а только начала ездить вообще вот говорят баба за рулем как обезьяна с гранат вы рано остановились нам еще ехать от кнопочка дать это колеб и вода девчонки все нормально водите машину молодцы не реагируйте на это девочки а вы гороховый суп едите а вы знаете что от него пучит я имею ввиду газы мужик а ну значит знаете мне бы котлетку с пюрешкой сейчас сделаем а почему все поварихи такие толстые слушайте ну это вообще кстати очень серьезный вопрос но мне кажется что просто потому что они любят покушать и те кто любят покушать те умеют хорошо готовить но если у вас есть другой ответ пожалуйста напишите в комментариях моя полнота с профессией не связано как не связано котлетки тут на халяву хомячить и вот и жирок нагуляли вы же не против перекусить в моей компании а то тут мест нету ну да а как это вы на сообщение одним нажатием отвечаете но это в боксе новая функция быстрые чаты ну а ты допустим общаюсь с девушкой под варианты ответов искакивают в зависимости от ситуации я просто нажал и ответ готов а это если тормозишь сильно так тебе помогут да не обязательно тормозишь ну просто облегчить общение а в постели тоже box будет подсказывать быстрое действие вот он последнее время очень часто прям заводится уже вроде бы тряпкой прилетела и мужик присандалил нормальный фингал все равно не помогает а казалось бы люди должны учиться на своих ошибках не говоря уже на ошибках других людей гардеробщица что вам куртку можно хоть доверить ну а чё ж нельзя то а у меня такое чувство что все гардеробщицы по карманам шарят о господи надо ты мне с тебя взять то нечего вот видите вы уже проверили я за талоном пожалуйста а я вас на работу в регистратуру не взял бы это еще почему потому что у вас лицо будто вы сидите на унитазе и вы тоже к доктору да а вы рок слушаете нет тогда я к вам спиной поворачиваться не буду а что такое но выражение такое есть если у мужика длинные волосы то это либо рокер либо полупокер на чем больше он смеется тем больше мне хочется пойти взять кепку и надеть кепку и продолжать смотреть сдадите анализы и сделаете снимок спасибо доктор но вы знаете я не могу не сказать вам эти очки совершенно не идут вы в них простите как филин кажется что вот еще чуть-чуть и вы начнете вот вам моя моча такая красивая девушка а занимается приемкой мочи а вот сколько лет вы учились в медицинском чтобы кал по полочкам раскладывать если не ошибаюсь то на лаборантов два или три года в медицинском училище и как бы это грустно не звучало рентгенолог а правда что рентгеновские лучи влияют на мужскую силу не знаю но вы тут работаете ну вы от этого пострадали уже жена ваша довольна у меня нет жены вы последняя на клизму мужчина это процедурный кабинет на уколы на клизму и на все что угодно а у вас в направлении написано клизма борода бородой но кепку не перепрешь да да я последняя на клизму за мной будете а мне сюда не надо я просто спросил а откуда у вас этот шрам на лице а что так интересно женщинам шрам вообще не идет какой дебил вы бы ко мне прислушались я в женской красоте разбираюсь не надо плакать перестань ну чего ты плачешь если ты будешь плакать то я тебя съем по кусочкам буду есть мужчина это уже лишнее начну с твоих ножек мужчина это уже слишком скажите ему что вы шутите да конечно я шучу я тебе сразу голову отхуяли слушайте это было два сезона что можно придумать третий он же по моему все архитивы перебрал и в больнице мы были в супермаркете мы были в лифте мы были я думаю ему точно есть чем нас удивить план ссылки в описании А вы не подскажете, какой шампунь лучше выбрать? Нет, я не подскажу. Да, я шучу. Я понял, не смешно. Ну, в смысле, я у Лысого спрашиваю шампунь для волос, а у него же нет волос, он не может подсказать. Да я понял, в чем заключается шутка. Ну так отчего не смеешься? Ох, вы такая высокая. Тяжело, наверное, мужика себе найти. Легко. Легко, но не вам. А вот вы, кассиры, вы что-то по 12 часов сидите. Вы хоть в туалет ходите? Конечно, ходим. А я думал, вам служебные памперсы выдают. Что? Суд во что? Ну, а чего это здоровый с виду мужик милостыню просит? Да вот судьба у меня тяжелая, здоровье плохое. Да? Ну сколько за день выходит? Мало совсем, копейки, вот чуть выживаю. А хочешь много денег сразу получить? Хочу. Я тоже. Здравствуйте, я рад... Да блин! Даже я заинтересовался, думал, какое-то выгодное предложение скажет. Я рад вас видеть. Мне один жетончик. Здравствуйте, пожалуйста. Вы сегодня плохо выглядите. Неплохо? Плохо. Заболели. Я не заболела, я нормально все. А то обезьяне... Ну, а обезьяне ОС погуляет, думаю, спрошу. Ух, че-хе-хе. Я нажимаю на мой компьютер, а он не мой. Девушка, вот ваш муж сейчас сказал явно не смешную шутку, а вы так засмеялись. И что? Ну, вы так хотели его поддержать? Или просто привыкли имитировать? Ахахахаха. Ахахаха. Какой кошмар. Я не учел того, что существует метро. И в метро такие люди тоже существуют. Светозар, не трогай гликерию, поиграй с Ярополком. Ахахахаха. Знаете, шутки шутками, но вообще это я вот так реагирую примерно, когда сижу здесь, вот здесь, открывая окно, у меня во дворе примерно такие же имена. Я против интересных имен ничего не имею. Вы подумайте о будущем своего ребенка. И о том, как сокращенно к нему будут обращаться. Светозар, это Зара? Такие уже дебильные имена детям понапридумывают. Скажите, Ярополк это мой сын. Вы хотите сказать, что у моего сына дебильное имя? Ну что вы, у него не дебильное имя, нет. У него дебильный папа. А у вас там хоть ребенок или собачка? Ребенок, конечно. А на коляску что, денег не хватило? А мне в слинге удобнее носить. Вам, а ему? Он же сколиоз заработает, он хоть дышит там. Ой, и на каблуках. А если споткнетесь, мамаша? Иди ко мне. А это ваш ребенок? Да. А что, весь в отца, да? Он такой тормоз у вас. Ты ребенка уронил? Я сейчас не понял. Как ты моего ребенка назвал? Ну, братишка, слушай, у тебя ребенок плачет. Вроде бы втащить за ребенка это, как бы, допустимая история. Но не тогда, когда ты его роняешь, он плачет. Точно, весь в отца. А это вы прыщ так неудачно выдавили, да? Да. Я вижу, вы пытались тональным кремом замазать, да? Да, пытался. Ну, у вас не получилось. Вы сегодня второй день в одних и тех же джинсах. И что? А это просто надеть нечего? Ну, пока с финансами туго? Или где-то шлялись всю ночь? О чем это говорит? А то, что у вас кофта заношенная и кепка из Фикс Прайса, о чем это говорит? Ну так я ж мужик, мне ж простительно. А интересная работа, вахтер. Штаны протираете тут целый день? Ну, почему же протираю? Ну, контролирую тут. Что контролируете? Чтоб до жопы не стерлись. Ну, вахтеры вроде бы и мало получают за свою работу. Поэтому работа равна, собственно, и прибыли. Все нормально. Скажите, а как вам живется со вторым подбородком? А вам не кажется, что это уже немного выходит за рамки? Воротника? А почему вы улыбаетесь? А я просто представил, что на такую красивую шляпку птичка накакает. Фу, как это грубо и некрасиво. Конечно. Что тут красивого? Говно на шляпе. Ты тут, а посиди, я скоро приду. Хорошо. Что? Старый конь борозды не испортит. Что? Старый хищник слаб, но кровожаден, да? Почему вы это? Ну, к тому, что любви все возрасты покорны, да? Да это я отец, наверное. Метро и поезда. Это я не учел. Все, я согласен. Это моя ошибка. Ты о чем вы? Ну, мужик этот, что с вами сидит. Это хахаль ваш? Папочка. А? Я ж не знал. Ну, это тонкое такое имя. Ну, она так сказала, что я до конца не понял, кто он ей. Я не чесал, как вы друг друга зовете. Я тоже, когда хочу почесать там, делаю вид, что за ключами полез. Я не чесал. Укладывали, да? Ой! Не часто увидишь, чтобы женщина сама мебель тянула. Ой, ну вы же видите, что помочь некому. Обсудить у нас есть кому, а помочь некому. Вот именно. Ой, хотите, чтобы за вас это перенесли? Хочу. Так позвоните грузчикам. Стилист или на стиле? Что вы имеете в виду? Вид такой сладенький. А вы завели разговор с целью знакомства? Да не дай бог. Это чтобы мужик выглядел как, не знаю кто. Ну, хотя сейчас это может быть и нормально уже считается. А вы хоть в армии служили? Нет. Ну, а хоть когда-нибудь дрались? Во что? Что значит во что? С кем? С кем? Это правильный вопрос. Во что? Неправильный. Они вообще неправильны. Здравствуйте. Вот никогда этого не понимал. Почему когда кто-то заходит в туалет и видит, что один писсуар занят, он обязательно становится подальше от писающего? Вот ты возьми, займи место рядом с ним, как я. Но нет, какие-то некоммуникабельные люди. Хотя вроде не дети, все в возрасте. А у вас какой? Что? Какое? Ну да, я же вопрос задал. Ну, 10. Не, возраст такой. А, 35. Девочки? Чки. Вот что я хотел сказать вам. Вы такие молодые, а уже курите. Это наше дело. Курить или не курить. Ок? О, а еще и наколку на плече сделали. И что? А то, что вчера наколка, сегодня сигареты, а завтра... Турмах! Или еще хуже, уборщицей пойдешь работать. В подоле принесете. Вот есть же люди, которые так надушатся, потом стоишь с ними в лифте и задыхаешься. Ну, ладно, я вот потерпел, вышел, отдышался и забыл. А что говорить о тех людях, которые вместе с вами работают и сидят в одном помещении? Мои коллеги очень довольны тем, что вы на удаленке. Вкусно? Боже ты мой, зачем вы меня так напугали? Вообще-то я раним. Ну, извините, у вас же на лбу не написано «Я раним». Ладно, приятного аппетита. Спасибо. Иван. Иван? Так вы же раним. А я вот представил, что вы ко мне подошли знакомиться. Что? Я к вам подошла знакомиться? Да, и я бы вам ответил отказом. Да такой ситуации в жизни бы никогда не произошло. А вот вы представьте, я бы отказал. Ой, мужчина, вы последнюю пачку мармеладок забрали с полки, а я для ребенка хотел купить, отдайте их мне. Ну, мне тоже надо. Подождите, а это... Подруга его нашлась? Хочешь попросить последнюю пачку, обратись как-то более уважительно. Вы забрали, отдайте мне. Я ж первее был. А мне для ребенка, дайте их мне, не будьте козлом. Так вы для ребенка берете. Да-да-да, дайте мне. А вообще, вы знаете, я даже такое выражение слышал. Все лучшее детям. Да, вот, есть такое выражение. Все лучшее детям. Давайте мне. Ну так я ж тоже чей-то сын. Молодец! Хорошо выглядите. Спасибо. Не так, как это было вчера. А что было вчера? Вторник. Дурак. Вторник! Девушка, вот даю 100%, что у вас старшая сестра есть. Да, есть. А как вы догадались? А вы в старье одеты. Младшие сестры всегда за старшими все донашивают. Во-первых, нечего обсуждать мою одежду, так? А во-вторых, я ничего не донашивала за сестрой. А, я ошибся. За мамой? А зачем вы выпячиваете живот? Я не выпячиваю. А, вы просто по жизни, как Винни-Пух, да? Молодой человек. Сравнение с Винни-Пухом я могу расценить как оскорбление. Извините, вы правы. Я не подумал просто. Это действительно звучит как оскорбление. Для Винни-Пуха. Девушка с арбузом, я вам совет дам. Вы только на ночь. Иногда все вступительные фразы, с которых начинает этот не знающий личных границ, просто можно разбирать на цитаты. Вот вам моя моча. Девушка с арбузом, я вам совет дам. Какой кошмар. Много арбуза не ешьте? А почему? А то обоссаться можно. Ой, как смешно. Как же смешно. Вам может смешно, но для меня обоссанная кровать, это грустно. Губки обветриваются у девочки, да? Да вы их не облизываете. Почему? Ну это как звездочка лечить запор. Эффекта будет, но не тот. Позвольте угадаю, у вас есть какие-то проблемы с общим развитием? Что? У вас в руках книга по психологии. И что? И что? Ну раз вы ее читаете, значит есть какие-то проблемы? Да я так читаю, для общего раз... Переиграл! Слушайте, а в третьем сезоне все немножко поменялось. Только сейчас до меня дошло. Он какой-то более хитрый что ли? Я не знаю, все фразочки такие более цепляющие, подколистые. Сука. А зачем вам борода, скажите? Да просто идет. Ну я так и подумал. Хотя с первого взгляда и не скажешь, что идет. Прыщи вас совсем одолели, я смотрю. И что, никакие средства не помогают против этой дряни на лице? Пожалуйста, только не рассказывайте мне о моих прыщах. А, так вы о них еще не знаете? Да мужик, пожалуйста! Отличная внешность. Как для кого? Наверное, самая частая фраза, которую вы слышите, это «Красивый как девочка», да? Не это. А какая? Не бей. Отличный удар. Да! Я боец ММА. И как-то на такой грустной, печальной мелодии мы закончили. Я бы сказал, что он получил то, что должен был получить. Я искренне благодарен всем, кто писал в комментариях. Дима, посмотри тело, который не знает личных границ. Потому что это нужно использовать как учебник, как не стоит делать. Вы поняли? Если вам понравилось смотреться на этот ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши комментарии. Забегайте в мой инстаграм, телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима. Типа топ. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok